Здравствуйте! Доброго времени суток! В этом видео поговорим о том, что было после битвы у болот, в которой армия Римской империи сражалась с объединенным войском германских племен под предводительством вождя Армении. Для правильного понимания данного фильма посмотрите предыдущие части, находящиеся на нашем канале. Варгейм Рус! После битвы у Вала Ангревариев римляне оказались в интересном положении. Они находятся в землях врагов уже долго, несколько недель это уж точно. В книге Майкла Макнелли «Битва в Тевтобурском лесу» на странице 38 приводится расчет потребления зерна в войскам Вара в походе. Из расчета на 17 тысяч воинов войско вместе с гражданскими и животными потребляет 40 тонн зерна в сутки. Армия германика имела порядка 70 тысяч воинов и еще гражданских и моряков. Мы можем смело умножать 40 тонн на 4. 160 тонн зерна в сутки потребляло войско. Часть еды легионеры тащили с собой, когда шли пешком до Везера, у реки Липпе. Остальной запас пищи они везли на кораблях. Транспортные речные корабли, как мы говорили в прошлых фильмах, перевозили до 50 тонн груза. На 31 день боев римлянам требовалось 4960 тонн зерна. Их перевозило 100 транспортных судов. Мы видим, что война заканчивается в середине лета. Послушайте Тацета, Анналы, книга 2, абзац 23. Но так как первая половина лета уже миновала, Цезарь, германик, отправив сухим путем несколько легионов в зимние лагеря, посадил остальную, большую часть своего войска на корабли. Из описания Тацета непонятно вообще, сколько дней длится поход, так как в повествовании есть логические нестыковки, касаемо как движение войска, его высадки с кораблей, маневров флота и войск, войны с ангревариями. Не буду приводить все эти слова Тацета и их интерпретации, чтобы не удлинять фильм. Остановимся на еде для войска. Для прокорма войска на 31 день нужно 100 транспортных судов. Нужны также суда, перевозящие воинов. Если судно везло 100 воинов на борту, то необходимо 200 кораблей. Но речные суда были разных габаритов и часть флота однозначно была зафрахтована, то есть взята в аренду у купцов. Отсюда вместимость судов могла быть не в 100 бойцов, а в 10, в 20 и так далее. Да и речные боевые римские суда были небольшими, с экипажами человек в 15, в 20. А это делает расчеты флота неопределенными. Хоть Тацет написал, что было тысяча кораблей, но это явно преувеличение. Даже флот в 300 судов или 400 это уже огромная почти неуправляемая армада, растягивающаяся по реке минимум километров на 15-20 во время движения. Во время стоянки суда сложно будет оборонять в случае нападения, так как противник на узком участке сможет концентрировать больше воинов, чем римляне. К чему все эти расчеты? Все просто. В германских лесах еду нужно было таскать с собой, так как была низкая плотность населения, и накормить большую армию за счет грабежа крестьян было невозможно. К тому же население прятало еду и разбегалось от римлян. Римская армия, сидящая в лагере после битвы у болота, вероятно уже испытывала проблемы с продовольствием. Пшеница в германских лесах зреет в конце июля, в начале августа, так что собрать ее римляне еще не могли, а также отобрать у крестьян собранный ими урожай было невозможно, так как его еще не было. К тому же многие германцы были охотниками, а не земледельцами. Проблемы с прокормом войска были и у Армении, но он был на дружественной земле, и продовольствие к нему стягивалось со всех сторон. Тем самым римляне, засев в лагере, оказались по сути в осаде. Разбить варваров они не смогли. Противник удерживает дорогу и не позволяет им наступать дальше. Обойти их нельзя из-за заболоченной местности. Что произошло дальше, Тацет не пишет, а просто рапортует о победе. Мы же предполагаем, что дальше были переговоры германика и вождей германских племен. Видимо, они шли не совсем в том ключе, на который рассчитывал римский полководец. Наверняка германцы выдвинули очень жесткие требования к римлянам. И германик попал в сложное положение, так как принять их нельзя, а атаковать снова позиции племен войску уже не хочет. Нужно помнить, что в поход пошли бунтующие легионы, которые прекратили мятеж только ради того, чтобы получить послабление по службе и военную добычу. Гнать их в атаку на фанатично-храбро сражающегося противника опасно. Они могут просто отказаться идти в бой. Вот всплывает еще один вопрос, касаемый похода германика 16-го года. А что это вообще было? Это карательный рейд или попытка подчинения племен? Прямо от Ацета цель похода не указана, но посмотрев на то, какие силы и средства привлекаются для похода, трудно поверить, что цель была просто пограбить врага. Цель, видимо, была в новом подчинении воли римлян, провинции Великая Германия. И на это указывает еще один факт, о котором я скажу чуть позже. Итак, задача германика – установить римскую власть Великой Германии. Задача Армении – избавиться от любой власти римлян. С такими установками и начались переговоры. Видимо, Армений предложил германику право свободного выхода земель, принадлежащих его племенному союзу. И все. Для римлян это, по сути, признание поражения в войне. Римляне потребовали подчинения, но встретили отказ. Что было дальше, могут пролить в свет вот эти слова Тацета. Анналы, книга 2, абзац 22. Вслед за тем он поручает Сертинию пойти походом на ангревариев, если они не поторопятся изъявить покорность. Те смиренно попросили пощады на любых условиях и получили прощение за все прошлое. Довольно странные слова Тацета, если вдуматься. К тому же он их написал после того, как указал, что римляне построили памятник на месте битвы в честь победы. Что мы видим в этих словах? Германик приказывает Сертинию разграбить ангревариев, если те не признают власть Рима. А ангреварии тут же просят пощады и война на этом окончена. Получается, германик отдает приказ Сертинию в присутствии вождей ангревариев? А как это возможно? Все это реально, если германик произносит свои слова во время переговоров. Ангреварии, являющиеся костяком союзных сил Армении, удерживают позиции на валу и за ним. Они участвуют в переговорах. И тут германик вынимает козырь из рукава. Он говорит ангревариям, что пока вы сражаетесь за Армению и интересы хирурсков и не даете мне провести армию дальше, я прикажу конному отряду Сертинию пойти в ваши земли, которые оборонять некому, так как вы все здесь. И он разгравит все ваши поселения. Отряд Сертини мог стоять в стороне от основного лагеря, например, с флотом на другой стороне реки и помешать ему совершить рейд германцы не могли бы. Этот козырь перевесил чашу весов в переговорах и ангреварии признали власть империи. Подчеркну еще раз, что если бы германик разгромил ангреварии в битве, то ему не требовалось бы угрожать им разграблением их земель, так как их войско было бы уничтожено. То есть иди и бери и делай с ими все, что хочешь. А германик вынужден шантажировать их на переговорах. Значит, в полевом сражении он не может одолеть этих воинов. Это прямое доказательство того, что битва у вала ангревариев закончилась ничьей. Факт подчинения ангревариев империи подтверждает, что цель похода германика была в подчинении восставших племен, но покорить удалось только одно племя. Или не одно. Возможно, что хирурские также заключили какой-то договор. Но данных об этом у нас нет. При этом мы знаем, что хирурские сохранили при власти своих вождей и подчинены не были. Но что было дальше? А вот тут большой вопрос. Ни о каких переговорах с главными врагами римлян хирурскими Тассет вообще не пишет. Поскольку этот автор был сильно ангажирован и писал свои анналы, создавая героический образ германика, то он вычеркнул из своей истории один из ключевых моментов той войны. Зачем? Видимо, там было что-то подрывающее авторитет римского полководца. После признания власти Рима ангревариями имперское войско частично погрузилось на корабли, а вторая часть пошла сухим путем в зимние лагеря на Рейне. Была середина лета. То есть по погодному слою можно было воевать еще как минимум месяц. Но войско выходит. Может, оно выполнило все поставленные задачи? Да нет. Армений не признал власть империи, по крайней мере Тассет вообще про это не пишет. Ангреварии перешли на римскую сторону, но Армений увел верные войска от врага, и его никто не стал преследовать. А это странно, ведь оставшихся без ангревариев хирурсков было просто добить, но этого не происходит. Именно по этой причине мы в реконструкции битвы выделили лагерь хирурсков отдельно от ангревариев, так как если бы союзники размежевались, то как бы они разошлись, сидя в одном лагере. Ясно, что войска стояли в разных точках, иначе была бы стычка и кровопролитие после капитуляции ангревария. Римлянам удалось разбить союз племен. Невозможно хирурсков и их союзники снялись с лагеря и ушли, а ангревариев остались в своем лагере. Пока римляне сообразили, что часть войск варваров ушла, Армений выиграл время и оторвался от врага. Хотя непонятно, почему римляне не послали конницу добить уже сильно потрепанное войско Армении. Да и германик мог потребовать от ангреварии в голову Армении и присоединения их сил для поимки главного смутьяна в германских землях. Ведь такое требование обычно в таких войнах. Но этого нет. Ситуация очень странная. Возможно, что было заключено перемирие, и непокорившиеся племена обязались дать возможность спокойно отступить римлянам, а те не грабить германские земли при отступлении. Эту мысль подтверждает Татца тем, что при отходе сухим путем легионы не встретили никакого сопротивления, а в былые годы им частенько устраивали засады на обратном пути. Обращу еще внимание, что уборка зерновых в Северной Германии производится сейчас в конце июля и до 5 августа. Климат мог быть другим 2000 лет назад, но все же плюс-минус в эти же временные рамки им также требовалось убирать урожай. За 5 дней зерно нужно собрать, в противном случае оно осыплется и урожай пропадет. А это практически гарантированный гол. По этой причине воины германского ополчения начали роптать на своих командиров и требовать распустить их по домам для уборки урожая. Так что Армения была также в критической ситуации, и его войско могло развалиться буквально в считанные дни. Если бы римляне продолжили войну еще месяц, то могли причинить непоправимые уроны экономики хирургов и развить все их войска. Видимо, в римском войске были реальные проблемы с едой, и идти дальше вглубь земель хирургов не было никаких возможностей. Довольствуясь победой над одним племенем и заключением перемирия со всеми остальными, римляне двинулись в обратный путь. Те, что шли сухим путем, прибыли на район благополучно. Вторая часть войска загрузила на корабля раненых, трофеи. Места на грузовых судах освобождались по мере того, как воины скидали запас еды. Армада двинулась в путь. Флот, пройдя реку, вышел в море и двинулся к каналу Друза. Огромный флот шел вдоль берега моря и вдруг налетел южный ветер. Начался шторм. Римские суда были больше приспособлены к плаванию по рекам или вдоль берега моря, но не для морских штормов. При этом дул южный ветер, который гнал суда на север, не давая пристать к берегу. Флотилию раскидало в разные стороны. Волны бросали римские корабли друг на друга. Сталкиваясь, они разбивались и шли на дно вместе с экипажами. Тоже сыпанька охватили римских воинов. Тацит. Аналы. Книга 2. Амзат 23. Вскоре из клубящихся черных туч посыпался град. От налетевших со всех сторон вихри поднялось беспорядочное волнение. Пропала всякая видимость и стало трудно управлять кораблями. Перепуганные, не изведавшие при вратности моря воины или мешали морякам в их работе, или помогая им несвоевременно и неумело, делали бесплодными усилия самых опытных кормчих. Флот отбросил к островам с отверстными скалами. Корабли налетали на мели, разбивались о скалы, но потом стало еще хуже. Тацит там же. Когда прилив сменился отливом, который понес корабли в ту же сторону, куда их относил ветер, стало невозможно держаться на якоре и вычерпывать беспрерывно врывавшуюся воду. Тогда, чтобы облегчить корабли, протекавшие по бокам и захлестываемые волнами, стали выбрасывать в море лошадей, вьючный скот, снаряжение воинов и даже оружие. Налицо полная катастрофа, постигшая римлян. Тацит. Аналы. Книга 2. Абзац 24. Часть кораблей поглотила пучина. Большинство было отброшено к лежащим вдалеке островам. И так как они были необитаемы, воины, за исключением тех, кого поддержали выкинутые прибоем конские трупы, погибли от голода. Самому Германию поповезло. Его три реми удалось причалить к землям Хавков, союзников римлян. Видимо, они помогли им, хотя про это ничего не написано у Тацита. Как буря улеглась, часть судов причалила к берегам Северной Германии. Начался экстренный ремонт судов. Как только получалось подготавливать суда к плаванию, германик приказывал им плыть в море к дальним островам и подбирать оказавшихся на них римских моряков и солдат. Бывали и такие случаи, как описаны Тацитом. Аналы. Книга 2. Абзац 24. Вместе с приливом и попутным ветром вернулись разбитые корабли с немногочисленными грибцами и одеждой, натянутой взамен парусов. Иные, влекомые менее пострадавшими судами. Слова Тацита о том, что германик винил себя в этой катастрофе, могут быть не просто художественным ходом. Вполне может быть, опытные моряки предупреждали его надвигающимся штормами, но он приказывал все равно плыть и угодил в бурю. Но оказавшись в бедственном положении, он продолжал руководить и организовал спасательные действия, что сохранило жизни многим римлянам. У Тацита есть сообщение о том, что ангреварии вернули римлянам воинов, потерпевших кораблекрушение, при этом выкупая их у жителей внутренних областей. Но интерпретируя это сообщение, мы столкнулись с интересным моментом. Земли ангревариев и германцев из внутренних регионов не примыкают к морю. Все побережье моря контролируется союзными римлянами племенами. Как римские моряки и солдаты попали в плен к жителям, да еще и внутренних областей Германии после крушения кораблей на побережье моря. Тацит писал свое сочинение, опираясь на документы и рукопись, оставшейся от той войны, и ему, видимо, попало в руки сообщение о том, что ангреварии выдали пленников, выкупив их у других германских племен. Тацит взял и вставил это сообщение в повествование о крушении флота. Данное сообщение можно интерпретировать иначе. Ангреварии после признания власти римлян выдали всех пленников, захваченных ими в ходе боев 16-го года. И обязались выкупить пленников, которые были у их бывших союзников. Они это сделали к тому моменту, когда потрепанный римский флот пришел на стоянки на Рейн. Поэтому у Тацита сложилось мнение, что это были воины, попавшие в крагу после кораблекрушений. Но это было не так. Это были пленные воины, попавшие в руки к врагу в ходе боев, начиная, скорее всего, аж с 9-го года. То, что союзные Армению племена продали через Ангревариев, находящихся у них пленников, говорит нам о том, что, видимо, мысль о заключении перемирия после боя у Вала Ангревариев является верной. К тому же, если бы не было перемирия, то как бы послы от Ангревариев, приехавшие выкупать римских пленников, вообще могли бы приехать в племена, которые с Римом ведут войну. Ангревариев считает предателем их его союза. Явно, что на этом этапе боевых действий нет. К тому же, германцы легко продают римских воинов, абсолютно понимая, что эти воины будут вооружены и снова примут участие в походах на них же. Значит, в тот момент, когда их выкупали, был мир. Как бы там ни было, римляне вернулись на Рейн. Потери были большие, но не критические. Погибло много коней и утрачено большинство трофеев, что очень важно. Германик оказался в очень сложной ситуации, так как он затратил огромные средства на постройку флота и наим судов. Видимо, в основном он не платил, а обещал долю в полученной от войны добычи. При этом вместо добычи он потопил часть судов и сгубил матросов и трофеи. Войска также были недовольны походом. Добычи мало, трудности претерпели большие, много жертв. Положение цезаря стало очень шатким, а тут еще и император требует его к себе, якобы на триумф в честь победы и ненавязчиво просит прекратить войну. В этих условиях уехать в Рим для германика означало бы полностью подорвать свой авторитет. А как германцы смотрели на все эти события? Вославшие племена сражались с врагом, но в двух битвах не смогли его одолеть, но при этом дрались достойно, выторговали себе перемирие. И тут боги, видя усердие их подопечных, лично наносят удар по римскому флоту и топят его. Для людей того времени природные катаклизмы это продукт деятельности богов. Если буря потопила флот врага, значит того хотят боги. Армения взбудоражил племена, сказав, что боги дали нам знак и нужно продолжать борьбу. Боги за нас! Тацет пишет об этом так. Анналы, книга 2, абзац 25. Слух о гибели флота возродил в германцах воинственный пыл, и это заставило Цезаря принять необходимые меры. Новое обострение войны было выгодно и германику. Быстро подготовив флот и войска к походу, он приказывает Гаю Силию ввести 30 тысяч пехоты и 3 тысячи конников в поход на Хаттах. Сам с еще большим войском устремляется по реке Липпе на Марсах. Враг был застегнут врасплох и не смог оказать должное сопротивление. Была взята богатая добыча. Субтитры делал DimaTorzok Цель этих походов была именно добыча. После этого воины были отведены в зимние лагеря, и у них было радостно на душе от того, что несчастье на море они уравновесили удачным походом. Воодушевил их и Цезарь своей щедростью, возместив каждому заявленный им урон. Германия оплатила всем кредиторам по долгам, заплатил солдатам их жалования, долю в добыче и возместил материальный урон. Например, оплатил стоимость шлема, утраченного в шторм. Все были довольны, кроме императора в Тиберии. В ответ на просьбу Германика дать ему год для завершения войны, Тиберий еще настойчивее пытается разжечь в нем тщеславие, предлагая ему консульство на второй срок, с тем, чтобы свои обязанности он отправлял лично и находясь в Риме. К этому Тиберий добавлял, что если все еще необходимо вести войну, то пусть германик оставит это своему брату, друзу. И германик не стал дольше медлить, хотя ему было ясно, что все это вымышленные предлоги и что его желают лишить уже добытой им славы только из зависти. В ход войны вмешалась большая политика. Тиберий видел в преемнике германики угрозу своей императорской власти. По этой причине он желал лишить его преданных лично ему легионов и оторвать его от них, отправив управлять другой провинцией империи. Тем самым угроза военного переворота становилась ничтожно малой. Как только германик это сделал и отбыл в Рим, война с германцами прекратилась. Германик вел бурную деятельность на политическом поприще в восточных провинциях Римской империи и заполучил там много врагов. Также Тиберий опасался за свою власть в виде рост популярности своего преемника на трон. Так германик, несмотря на запрет, поехал в Египет и сумел заставить местную знать и торговцев снизить цены на зерно. Для понимания проблемы Египет был жительницей империи и оттуда зерно поступало в Рим и другие территории страны. Добившись снижения цен, германик поднял свой авторитет в народе, точнее, непосредственно среди жителей самого Рима. Видимо, он готовился принять более активное участие в политической борьбе за трон непосредственно в столице. В 19-м году его отравили. Желающих его смерти было достаточно, в том числе и сам император. Так закончилась судьба этого умелого политика и полководца. Если бы Тиберий дал ему время, то вполне возможно, что провинция Германия-Магна была бы восстановлена и усмирена. Но ход европейской истории пошел в другую сторону. Римляне больше никогда не смогут починить эти земли и будут только довольствоваться карательными рейдами. В германских лесах война Армения с Римом прекратилась. О том, что было дальше, мы расскажем в следующем фильме. Не пропустите его. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok